всем привет сегодня 20 июля вчера мы сходили за грибами а сегодня я сушу вообще грибы нужно обрабатывать сразу как только принесли из леса но нас вчера не было возможности мы вернулись домой только в 11 вечера ездили в подмосковье за 100 километров от москвы собрали в основном белые штучек 10 наверно подберезовиков и немножко маслят подберезовики маслята будем сегодня жарить с картошкой а белые я сушу еще есть рецепт сухого посола на канале можно посмотреть очень вкусные получается грибы но сегодня буду заниматься сушкой сушить прям буду в деревне привезла сушилку кто не видел белые грибы выглядят они вот так красивые сейчас покажу как я нарезаю нарезаю толщину не менее одного сантиметра потому что они высыхают и чтоб не совсем тонкие были шляпки нарезаю вот так толщина вот мне думаю здесь один сантиметр слишком тонко тоже плохо потом получается при высыхании и можно плотненько укладывать потому что все равно они усушатся их практически не останется ножку гриба я тоже сушу также нарезаю примерно в один сантиметр вот ножки я отдельно сушу шляпки я укладываю полностью на противень а ножкин уже на отдельный они как-то подольше сушится чем шляпка поэтому я их отдельно укладываю тебе нравится сушеные грибы очень любил суп суда а что вам можно еще приготовить соус грибы когда мы нет мы когда включаем и посыпаем сухари когда есть у меня такая приправа сушеные грибы если остается с прошлого года то я их измельчаю в кофемолке до порошка и потом можно посыпать уже готовое блюдо очень вкусно от сухарей не оторваться а сухари можно прям их спиум пить есть сухарики вообще вот если кто-то сухарики так простые не очень хлеб а вот посыпешь когда грибной приправкой этой получается очень вкусно и чуть-чуть посолить есть сухарики от емеля и сухарики от зои провинциал слыша на хорошо получается от меня сухарики очень хорошо фасовать подавать грибы с грибами а потом будет чем-нибудь еще 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 чем-нибудь на у меня есть одна идея упаковки моей готовой продукции которую нужно воплотить пастилу приправы сушеные грибы и все что делается руками чеснок варенье чеснок можно очень красиво красиво подач упаковать красиво ну да нет есть одна упаковочка очень оригинальная я потом как-нибудь сниму видео и покажу вот смотрите какая укладка получается можно еще плотнее раскладывать но я пока так если не хватит поддонов я тогда буду их он немножко поплотнее складывать сильно старые грибы я не сушу такие или молодые или средние потому что у старых очень стареет вот эта губка под шляпкой она такая черно-зеленая становится она не очень в сушке красиво некрасиво а такой конечно в идеале идеальный это гриб посмотри вот такой сушить это конечно идеально но уже вот вроде бы грибы только пошли но все равно уже попадаются черевые заметил заметил но кстати как пошли люди уже ты я знаю не кроме знакомых три недели собирают три недели собирает но мод первый раз в принципе да вышли нет мы уже второй раз просто была возможность не почему первый раз вышли не первый раз мы вообще не лисички собрали помнишь нам и здесь с другим просто побольше грибы ну да мы там просто на разведку тогда мы кору собирали с тобой все остальное да кору я собирала для голубики конечно сушеный белый гриб это самый лучший гриб он во первых не темнеет становится при высыхании будет все равно белый вот мы сушили помнишь под остиновики под грузовики даже суп из них варили потом но тоже был уже черный бульон чернеет и сам гриб чернеет и бульон чернее нету и интересные изюминки красоты да от бульон с белого гриба конечно это что-то это очень вкусно и очень красиво белые грибы перед тем как сушить я мою хотя вот говорят просто можно тряпочка вытереть песок и все но все равно гриб грязные его не замачиваю просто промываю водой проточной и все тем более у нас сейчас дожди и грибы грязные были даже если попадаются червивые когда мы поставим сушиться будет температура определенной и черви просто все выйдут из грибов и упадут на дно сушилки и гриб будет чистый а вот если уже солить или мариновать и грибы и они червивы на здесь уже конечно хуже нужно если что замачивать солевом растворе очень крепко и тогда они очень быстро все выходят а при сушке они просто сами выпадают от температуры я сначала ставлю температуру 60 градусов и через несколько часов убавляя до 45 40 градусов и все и ни одного червячка нет красота так следующий сейчас еще мы нажарим картошки с грибами вообще вкусно будет налупимся и спать спать так мы еще завтра между прочим собрались за грибами подобрать остатки которые не собрали за два дня сейчас подберут за нас люди ходят вообще очень много людей я надеюсь сегодня пройдет дождик еще и грибы вылезет еще на покажу сбор разрешен ягод и грибов находить до чернику я запретят все уже когда налог заставить платили на кси кого-то же со штрафовали по поводу рыбы того размера вылили поэтому знаю это что вообще как в европе как европе все будут мерить это уже это уже тема не для это не для видео этого нет мы зато станем пораньше съездим еще раз за грибами нет но сейчас покажу летние грибы а мы еще поедем на осенние в сентябре в конце августа у нас еще поход так может там будет тепло даже погода и может его не пойдут может поэтому надо сейчас собирать мы же еще понимаешь грибов нам почему мало мы же раздаем их мы же сейчас придачу половина раздадим а то и ну да что происходит покупки мы еще бонусом раздаем когда у нас что-то что-то приобретает мы даем бонус да бонус ну да есть такое подарочек маленький комплимент называется ой комплимент когда говорят это вообще не маленький комплимент говорю ну комплимент и вот когда говорят за в основном это позже за границей вода вам комплимент от выбрали нас также здесь наши продукты покупают мы даем комплимент что выбрали нас все что сделано твоими руками на ну да сейчас ветерка вообще нет точно еще дождь ливанет сейчас я включу когда сушилку мне кажется будет запах на весь на всю деревню а на пару домов нет я сейчас уже режу белый гриб пахнет просто восхитительно красота сейчас бегут соседи за грибами да 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 и сейчас вечер как раз в ночь поставлю сушку грибы по-разному сушатся смотря как порежу какую температуру поставлю в принципе сушу всегда на одной температуре но все равно насколько гриб влажный как я уже сказала ножки я отдельно сушу складываю на поддон а здесь вот таким образом будет сушиться шляпки все закладываем все сушилку сначала я выставляю температуру на 60 это на несколько часов затем ее уменьшу до 40 45 прошло практически 9 часов белые грибы высохли получается вот такая красота я не люблю когда грибы высушивать до состояния чипсов что когда к ним притрагиваешься они начинают все ломаться и в руках прям рассыпаются я сушу до такого эластичного состояния но в то же время он полностью сухой и нужно конечно четко следить чтобы вот под шляпкой губка была тоже очень хорошо просушены и такие грибы очень долго хранятся храню их в бумажных таких пакетах между прочим купить их можно я конкретно эти покупала в метра в прошлом году здесь 50 штук пищевые такие пакеты бумажные все что хотите в них можно хранить всякие травки муравки но и в том числе и грибы то же время пакет и дышащий и темные и благодаря этому вот у меня в этих пакетах никогда не заводилась никакая букашка немой ничего такого все и вот таким образом я насыпаю по пол пакета здесь у меня много не забиваю и закрываю конечно верхушку прищипываю и храню шкафу наверху в таком цеху месте и все вот и все хранение очень хорошо хранится вот в таких пакетах у меня на сегодня все я желаю вам всего самого хорошего и всем пока